Путешествие в экзотические страны Так, точно Я так понимаю, что вы вместе путешествуете постоянно Костя, на всякий случай, для всех Скажите Ваш вот этот образ жизни, связанный с путешествиями Это ваше какое-то такое хобби? Это профессия ваша? Так, во-первых, привет всем, да? Во-вторых, это хобби, естественно То есть мы не пытаемся на этом что-то зарабатывать Я думаю, это невозможно Мы много работаем Мы поставили себе цель несколько лет назад Что мы хотим в отпуск ездить каждый месяц Да, слежу за вами У нас получается, да Верона руководит у нас стратегией Тактикой во время поездок Она всё бронирует всегда Везде всё расписывает, покупает билеты Потому что я не умею этого делать Вот Ну и, собственно Опыт у нас большой Вот О чём мы хотим сегодня рассказать Мы столкнулись во время планирования всех наших поездок С такой ситуацией, что Ну, например, что посмотреть в Турции В интернете очень много информации Куча передач Везде куча отзывов Там в Египте тоже самое Или там в Греции Но есть огромное количество стран Куда хочется поехать Информации вообще ноль То есть мы вот, допустим Сегодня мы хотём рассказать Это у нас путешествие Ява Остров, это Индонезия Остров Форес, это Индонезия Ну, чуть-чуть мы захватили Бали Бали все знают Поэтому, я думаю, не стоит тратить время Сказочно Вот И Папуа Да, сказочно Вот И Папуа Вот Гуглили Очень много перерыли всего Или вообще информации нет Или она очень противоречивая Вот Я считаю, что очень уместно будет Создать такую серию передач Про именно путешествия По незнакомым странам То есть прям видеоинструкция Ехать надо сюда Смотреть надо вот это Вот это надо с собой брать Этого брать с собой не надо Вот Значит Важный вопрос финансовый Тем более для жителей Допустим Петербурга Потому что вам-то Из Таиланда Поближе всё-таки туда летать И подешевле Вот Верона у нас этим занимается В смысле, что и деньги мы вместе зарабатываем И она как раз всё покупает Верона, расскажи примерно Сколько будет стоить наша поездка Если мы поедем из Москвы Или из Питера Из Москвы Я проверила билеты Билеты То есть мы как планируем путешествия Мы сначала открываем карту В местности примерно Куда мы собираемся Приблизительно выстраиваем маршрут Куда мы хотим поехать И после этого выбираем точки Первую точку В которую мы прилетаем Мы никогда не бронируем Все билеты заранее Мы никогда не бронируем Все отели заранее Мы бронируем билет Только вот в пункт назначения Первый И там же отель На одну ночь Билеты из Москвы Например в Джакарту Откуда собственно Начинаются все путешествия По Индонезии В столицу Стоят около 30 тысяч рублей Туда-обратно Уже Можно взять билет только туда Можно взять с открытой датой Как кому удобнее Вот и собственно Почему мы С открытой датой Это на обратный полет Да? Да на обратный полет Или там например Просто поменять Впоследствии Там какую-то дату То есть как мы Почему мы вообще В принципе не бронируем Никакие гостиницы Не бронируем Там дальнейшие Какие-то перелеты Потому что иногда Мы не знаем Что мы там увидим Никогда Может быть нам там понравится Мы захотим остаться На там несколько дней А может быть наоборот Там нечего будет смотреть Ничего интересного Мы поедем тогда уже дальше Мы всегда делаем страховку Там приблизительно У нас Ну планируем месяц Например путешествие На месяц мы страховку делаем Если мы задерживаемся Мы ее продляем Это очень важный момент Не нужно им пренебрегать Как очень многие русские делают Потому что Случиться может вообще Все что угодно Страховка очень помогает Ну очень многие русские Они привыкли Что они приезжают В аэропорт Их там встречают Везут в отель Приходит гид Там все такое Шоппинг Еще есть заблуждение Такое Что если что-то с тобой Случится Допустим В Индонезии То тебе поможет Русское посольство Тебе оплатят Лечение Обратные били И этого не будет Никогда То есть это Американское посольство Помогает своим гражданам Русское посольство Дает советы Ну займите у кого-нибудь Вот это все Расскажи Верон Что Почему мы Не бронируем все заранее Да Мы не бронируем заранее Опять же Я сказала что Возможно там есть что посмотреть Мы задерживаемся дольше Может быть мы Неправильно выбрали отель Может быть он совсем Не в той части города Где нужно Или там тяжело добираться Мы часто встречаем В путешествиях Людей которые забронировали Особенно вот европейцы Они любят бронировать Все заранее По датам У них четкий маршрут И чаще всего Они с таким Сожалением Нам об этом рассказывают Что здесь например Много интересного А им уже уезжать завтра Или наоборот Они забронировали там На неделю начитались отзывов А смотреть нечего Все Они привязаны к датам Нам нравится Свободный такой вот стиль Путешествия И в принципе Вот нам он больше всего подходит Ну вот путешествие Про которое мы сегодня поговорим У нас ушло Три с половиной месяца Вот общего времени Непрерывно А? Непрерывно Мы заезжали Два раза по месяцу И один раз полтора месяца Ну у нас то рядом Это как у вас На дачу съездить Ну это тоже никогда себе может позволить Ну Мягко говоря Нет просто Ну я считаю что в такое место То есть Ява например Да Это очень-очень насыщенное место В плане того что Там очень много всего Чтобы посмотреть И ехать туда неделю Ну смысла никакого нет вообще То есть это так Ты дверь приоткрыл Там в щелочку посмотрел И закрыл И все Ну не то совсем Так давайте перейдем Значит по стратегии Понятно по нашей То есть мы все решаем на ходу Приехали Посмотрели Интересно остались Нет Едем дальше Билеты все бьем на ходу Жилье бронируем Все на ходу Значит Вот мы прилетели То есть прям пойдем По маршруту Да Вот мы прилетели В Джакарту Вот Джакарта Где-то я прочитал Что он называется Город не мечта Я еще вот Слышал такой отзыв Что Джакарта Ну и Ява вообще Это азиатский тигр Который не прыгнул Да Потому что там Очень много ископаемых То есть они пытались Сделать экономический Такой рывок Как Ну это Индонезия В целом Да-да-да Как там другие Азиатские государства И у них не получилось Что там стоят Какие-то пустые билдинги Небоскребы Которые Там в чем ситуация Очень много ископаемых И еще называют Азиатская Россия То есть там огромное количество Нефти, золота Есть бриллианты промышленные Есть самым большим Острожнением В мире меди Там что-то Никель, вольфрам, уран И есть вообще все Но Все это правительство Продает Лицензии на разработку Права Иностранным Каким-то компаниям Как и В известной нам стране В которой мы сейчас находимся Вот И народу Это ничего не уходит Живут там Кстати не очень бедно У нас есть заблуждение Что там все прям нищие Мы общались с местными жителями Ну вот допустим Школьный учитель получает Где-то 500 долларов В месяц То есть это Небогатый человек По их меркам Инженер С цементного завода Мы вот с ним как-то ехали Там С парнем В такси несколько часов У него зарплата 700 долларов Гид Который нас возил По Папуа Он не гид Он учитель Вообще школьный Он значит Работает неполный Рабочий день Три дня В неделю Они там все Очень набожные По воскресеньям Он им Слово Господа Там значит До них доносит Он получает Сколько? 500? 600 долларов 600 долларов в месяц он получает И он жался постоянно Что это очень мало Что ему ни на что не хватает Его друг Это поселок В горах Его друг В городке Ну типа как столица провинции Да Опластной город На побережье Город Джайпура Его друг получает 2000 долларов Он преподаватель На полную ставку В универе Да? В универе В котором он учился Что-то такое Ну тоже Он не говорил Что это прям Богатый у меня друг Ну обычный То есть Уровень жизни Невысокий То есть не миллионеры Да? Но и низкий То есть нищих Прям голодных Людей мы там Особо много не видели Вот Ну средний уровень жизни Так вот Да Джакарта Очень сильно застроенный Очень много Мы видели Прям кварталы Какие-то Выглядят подзаброшенными Но тем не менее Богатых людей Там много То есть Мерседесы БМВ Феррари Там ездят Ну не столько Сколько в Москве Конечно Но довольно много Вот В городе смотреть Нечего вообще Совсем Вот поэтому Его называют Для туристов Это город Не мечта Значит Из достопримечательностей Музей очень слабый В Азии Вообще везде Там обычно Лежит много всего Датировки никакой нет Все смешано Там допустим Лежат копья Наконечники Разные Написано Копья В музее Потом там Лежат Допустим Даже написано Даже И все Как бы Вот Поэтому на музей Нет смысла Времени тратить Там есть Что посмотреть Да Мы заходили Там спрашивали У местных Которые говорят Хорошо по-английски Что посмотреть У вас интересного Значит Выяснилось Что там есть мечеть Старая мечеть Новая мечеть Большая мечеть Мечеть у вокзала И мечеть на площади Это все Поэтому мы там Не задерживались Сразу Оттуда Вылетели Вот И Полетели мы А Способ передвижения Расскажи Верон Ты все организовывала Как мы там Я слышу Что там пробки адские Что там еще непонятно Вроде То ли Все едут По идее Там по правой стороне Некоторые едут по левой Или наоборот Там По-всякому Расскажи про пробки Как мы перемещались В Вазе Так всегда Кстати Да Там пробки Я о пробках В Индонезии Узнала еще Много лет назад Когда училась в Оксфорде У нас было много людей Из Индонезии Студентов И они рассказывали нам Что они живут В этих пробках Что они там Кушают Пьют Ходят в туалет У них там Какие-то биотуалеты Автомобильные туалеты Возят Первое место в мире По пробкам занимает Джекар И я если честно Не верила Есть куда стремиться Я вообще Ну просто не могла себе Представить Что действительно Можно там прожить Много часов в пробке Вот Но пробки действительно Очень большие Дороги очень узкие Все едут как попало Сколько населения Джекарты вообще Джекарты Мы не помним Около 10 миллионов То есть Так вот лично Но там проблема Даже не в том Что у людей много Проблема в том Что очень узкие дороги То есть Они когда строили город Планировали Они думали о том Что будет экономический рост Что все накупят Кредитных машин И поэтому Там с этим Проблема есть Но мы нашли Способ перемещаться Да Мы Долго изучали вопрос В принципе Практически Да На самом деле Индонезия Это хороший Яркий пример Того Как можно сделать Передвижение По стране Очень быстрым Удобным И самое главное Что недорогим Самолеты У них Между всеми городами Практически Там более-менее Крупными Есть авиасообщения Самолеты Каждые там 30 минут В разные части Острова Даже Стоят билеты Там В пределах Полутора тысяч рублей И Билеты Всегда есть Да То есть Если ты не успел На один самолет Следующий полетит Мы выбрали именно Это способ Передвижения Потому что он Экономит очень сильно Время Это просто Не нужно тратить Там Время на пробки На Разбор Куда Тебе поехать На каком автобусе И так далее Там где не было Самолетов Между теми городами Мы старались Передвигаться На поездах Опять же Экономит время И как бы Не нужно пробок Этих Автобусов Мы избегали Сразу же Поэтому мы добирались До точки назначения Где собственно Мы собирались Там посмотреть Что-то вокруг Там берем Мотоцикл в аренду И уже на нем Передвигаемся Очень удобно Потому что Можно ездить Везде Останавливаться Фотографировать Все что хочешь И останавливаться В любых там Гестхаусах Отелях Все что по дороге Найдется Почему кстати Еще удобен мотоцикл Вот ты едешь По дороге Смотришь Например свадьба Или петушиные бои Или там похороны И на машине Может быть такое Что в ближайшие Три квартала Ты не сможешь найти парковку Ты вынужден уехать Мотоцикл Ты везде припаркуешь Срез посмотрел Потусил Тебя может позвали Поучаствовать Мы были на Церемонии обрезания Например Там мальчика Посвящали В мужчины Вот А на машине Ты очень часто Просто вынужден Проехать Вот Обрезание Мусульмане там Или кто Да Там все мусульмане Вся страна Очень сильно Везде мечети Все тети в платках Поэтому нету культуры Пляжного отдыха Вообще совсем у них Она отсутствует И поэтому пляжи все Они без кафешек Без магазинов Без баров Без шезлонгов И там везде мусор Очень много То есть пляжи Для пляжного отдыха Не годятся Вообще совсем Местные приходят Там посидеть То есть они приезжают Садятся Среди мусора Сидят Причем Это не только На Яве На Форесе То же самое Мы спрашиваем Почему вы Почему бы вам Сейчас взять Не убрать Мы не знаем Все То есть пляжного отдыха У них как такового В нашем понимании Нету Так вот С Жакарной Как бы Разобрались Да Там смотреть нечего Поэтому мы ее Проскакиваем Следующий город У нас был Багор Называется город Я был еще школьником Смотрел передачу Клуб путешественников Там рассказали Что Город Багор Первое место в мире Занимает по количеству Гроз То есть там допустим 260 дней в году Там гроза Мы любим грозу Плохую погоду Как бы Пасмурную Атмосферу Поехали туда И оказалось Что городок Похож на какой-то Ну вот как мы с тобой В Египте были Все грязное Пыльное Горы мусора И что-то непонятное Вообще Гроз нет Обещанных Какие-то хижины Да Лепнянки Там Вот Мы буквально Два часа провели там Уехали дальше То есть как бы В этом городе Смотреть нечего Вот И мы Прилетели в городок Который называется Джок-Якарта Вот есть Джок-Якарта А есть Джок-Якарта Его называют еще Джог-Я Вот Вот в этом городе Если У кого-то есть время Стоит пожить Ты вот собираешься На Яву Кстати Да Смотреть Мечтаю Музеи На пятикантроп Посмотреть На место Да Вот Саша собирается Почему? Потому что там Очень много найдено Всяких Древних Человечек Предков Людей Да Много разных Вот Вот город Джок-Якарта Он очень хорошо Проходит Подходит для проживания Как база Да Потому что Это бывшая столица Это Такой Центр Культуры Которая еще была До мусульманская Они стали мусульманами В шестнадцатом веке Через торговлю С арабами Вот Там сохранились Школа народного танца Танцуют Это вообще все Бывшая культурная колония Индии Там полностью Индийская культура Вот интересно Да Где Индия А где вообще Бали Или Форес Или Дьява То есть Очень большое расстояние Но Там Рамаяна Все танцы Полностью поставлены По Рамаяне Все барельефы Все народные узоры Везде Вся резьба По дереву Это все Полностью Только Рамаяна То есть Своего эпоса У них нету Нового Какого-то Мусульманского Да Вот И вот Джоккарта Это такая Джоккьякарта Да Это такая Школа Всех Полностью Культур И наук Старых Каких-то Индорийских Еще То есть Там Народные танцы Там же Кукольный театр Театр теней Там же Там же Петушиные бои Прям на улицах То есть Этим все люди Увлекаются Там очень много людей Образованных Интеллигентных Живет Там же Мы смотрели Разводят голубей Там нам давали Голубку Мы держим Выпускают там Голуби Он к нам летит Садится на плечо С ней воркует Его забирают То есть Как бы У них вот все это есть Нет Там всегда Все нормально Ну в смысле Что она у них есть Вот Там же Мы ездили Смотрели Люди занимаются Традиционным луком Очень серьезно Прям семьями У них чемпионаты Деревень Районов Вот мы были На каком-то районном Чемпионате Да То есть Деревянные луки Традиционные Неспортивные Стреляют Прям проводят Вот соревнования Сейчас покажем тебе Немножко Парочку фотографий Слушай А антропологический тип То есть Они вот какие вообще Это пока все Полностью только азиаты То есть Как Правильно вы их называете Меланизийцы Да Кажется Так Меланизийцы Там это не совсем уж Азиаты Это мы обычно представляем Все монголоиды Это уже такие вот Они смугые монголоиды С австралоидным Таким Да У некоторых там Большие ноздри Да Вот да Соревнованиями Крупные особые То есть Мы просто ехали по улице Смотрим мужики Сидят Луки там Что-то полируют Вот у всех Ножечки традиционные Вставлены Вот Полируют луки Что-то там Стрелы точат Мы спросили Что происходит Сказали После завтра соревнования Там-то приезжайте Мы приехали Точно так же Там есть Луч Этот Бои на мечах То есть Прям вот С тех времен Еще осталось Они Щиты у них Ростовые У них Эти Вместо мечах У них такие Мечи У них Прутья И они Секут друг другу Прямо до крови До рассечения кожи Вот Это такая Тоже традиционная Национальная традиция Плюс у них Есть праздник Когда они Друг за другом Гоняются На лошадях Кидают Друг друга Дротики Без наконечника Но До смертельных случаев Доходит То есть Традиция такая Что Обязательно Нужно Ранить Как можно Больше людей До крови Чтобы кровь Пала на землю Тогда будет Хороший урожай То есть Казалось бы Страна мусульманская Но вот именно В этом районе Осталось все То есть Там можно Очень долго жить И очень можно Много всего Осмотреть Что Обязательно К просмотру Вот то что мы Рекомендуем Да мы там долго Мы привели там Наверное в общей сложности Недели Четыре Примерно На Яве вообще Или в Джокьякарте Нет В Джокьякарте На Яве вообще Мы привели Где-то около Двух месяцев Вот Значит Во-первых Обязательно Нужно ехать На черный пляж Вот Вероне Очень понравилось Расскажи Верон Ковальчики Мы увидели Что там Есть побережье На самолете Еще с самолета Мы его увидели Нам оно очень понравилось Мы решили его найти Сели на мотоцикл Поехали в ту сторону И действительно То что мы там увидели Меня по крайней мере Поразило Просто до глубины души Мы как Не очень большие Любители пляжа Особо Как бы туда Никогда не ездим Этот пляж Был совершенно Чем-то новым Там песок Черный Он настолько черный Как уголь Как уголь И это песок Вулканического Происхождения Потому что Там как бы Весь остров Это вулканы Он магнитится То есть Он намагнитился Сразу же На сумку На все магниты На компьютер Везде Со всех сторон Очень красиво Мы там просто гуляли Смотрели на это все Посмотрели Как отдыхают Индонезийцы Яванцы Они все там Замотаны Никто не купается Все замотаны Ходят Сидят Везде Тети все рукава Такие Вот так вот Видно только лицо Вот в платках Это жара Плюс сорок И они сидят На пляже Смотрят просто На волны Там полторы Кафешки Особо ничего Они там Не предлагают Какой-то такой еды Везде грязно На туристов Они не рассчитаны Вообще не рассчитаны А их там нет Мы не видели Ни одного иностранца Вот в том районе Где вот этот Черный пляж Ну таких мест Мирю очень много Где люди не путешествуют Нету Смотри Нету условий Для путешествия То есть Нету кафе С меню на английском Например Уже минус Много туристов Нету каких-то гостиниц Там Нужного уровня Ну понятно Это же надо развивать Все Видимо никто Да Туризм не развивает Да Все правильно Вот Потом Значит Про Хотел сказать Вот я привёз Да Ножичек такой На какую камеру Показывать Я не знаю Вот Это вот Штука Такой традиционный нож Который должен быть В Индонезии У каждого мужчины Если у тебя Нет такого ножа Ты не можешь Например Жениться То есть На любой праздник Какой-либо вообще Все с собой берут Эти ножи Называется он Крис Или они ещё называют Кирис Его Это очень древняя культура Ей много-много Веков Мы видели На брельефах Каменные там Сооружения Древние Шестого-седьмого века Там уже Мужики с крисами С этими Значит Они обязательно Из Дамаска То есть Это слоёное железо Которое проковывают Накручивают Ещё проковывают Потом вот Клинок волнистый Обязательно Зачем? Во-первых Красиво Во-вторых Его разделяют Как пила Понимаешь Да? То есть Вот эту вот волну Загибают сюда Эту сюда Эту сюда Эту сюда И получается Что когда В человека втыкают Он нашинковывает Как бы Тело человека Дорезает мелкими кусочками Вынимает Он опять Нашинковывает И это прям Такой предмет Культа То есть Они есть У всех дома Очень много Древних Старинных Их хранят Ими обмениваются Их продают Коллекционируют Им поклоняются Там особая культура Отношения Вот его вынимаешь Из ножа Нужно дотронуться До лба Обязательно Вот его в бою Использовали Такие штуки Да Там очень много Как раз Они даже в Рамаяне Танцуют И когда у них Постановки сражений Если например Индийская Или Шиланкийская Версия Там все из луков Стреляют А тут вот Они держат Вот так И вот так Колят Друг друга Ну у них Понятно В танцах у них Пластмассовые Или алюминиевые Ну а так Они все использовали Они Вот допустим Вот эти вот Завитушки Это все Это все имеет Какое-то Церемониальное Значение Какие они Сколько их Какой они Формы Потом вот Ручки Бывают очень Разные Это вот Красное дерево Какаду Кстати на Индонезийском Какатуа Какаду Вот А есть Слоновая кость Есть там Какие-то Серебро Золото Позолото Вот колечко Здесь Тоже старинные Это драгоценные Камни Настоящие То есть Это не подделка Ну конечно Они не очень Хорошего качества Но все равно Вот И крисы У них Проходят Через все легенды Есть какие-то Заменитые Как у нас Меч-кладенец Их Илья Мурымец Находит Там крис Который Отковали там Ведуны Колдуны Кузнецы Он там Всех демонов Порезал Это ты прикупил Это я прикупил Несколько штук Об этом тоже Попозже Сейчас расскажу У нас там История была Интересная Крисы Обладают Магическими Свойствами Они летают Ночью По небу Убивают Врагов Пьют Кровь Приносят Домой Деньги Вот этот Он гипнотизирует Противника Ты достаешь Противник Оцепенел И все Это прям Целая индустрия То есть У них Целая деревня Кузнецов Которые все это Куют Так как Ковали Тысячи лет Назад У них Разделение Труда Что мне Интересно Оказалось То есть Вот Есть деревня Где делают Только вот эту Обкладочку Для ножен Чеканочку Есть деревня Где делают Только сами Ножны Есть деревня Где делают Ручку Есть деревня Где куют Лезвие Есть деревня Где вот Это колечко Есть еще Деревня Где это все Собирают Деревня Где делают Все Нету То есть Как бы Вот так Это купил Ну вроде Как старинный Но мы не знаем На самом деле Вот Просто Такое На память Да Они там Разные Бывают Бывают Даже Дуручные Крисы То есть Ну там Лезвие Вот такого Размера Оказывается Есть наука Называется Крисология И там Добился успеха Знаешь кто Какой-то советский Ученый Я не помню фамилию Именно по этим Мечам Да У него есть Несколько книг По крисологии И он Мировой Ну вот Как допустим Кирпичников Археологии СССР Вот он В мире Там Светило Мировой Именно по крисам То есть В советские годы Он был Там И все это Занимался Изучением Не так много Специалистов Готовы посвятить Свою жизнь Изучению Именно этих крисов Поэтому Создать свою крисологию Вообще Тема очень интересная Не очень сложно Но надо Действительно Да Вообще Тема очень интересная Да Вот Значит Дальше С пляжем разобрались Вообще Почти все пляжи На Яве Которые мы были И Форес Или там Мимо проезжали Они Там Черный вулканический песок Смотрится очень необычно То есть Синее море А как там с чистотой Этих пляжей Все грязные Никак Вообще Все грязные Все завалено мусором И Как бы Я хотел сказать Что вообще Мировая ситуация Какая У нас были В других путешествиях Истории Когда вот мы Идем там На яхте И говорим А можно причалить Вон к тому островку Он такой симпатичный А да вот же Даже на Рика Когда мы драконов Смотрели Мы причаливаем Это небитаемый островок Там 100 на 100 метров Он весь завален мусором Полностью Пластиком Необитаемый Он просто выносит волнами Да Потому что Если ты Находишься на пляже И там нет мусора Это значит Что там есть туристы И поэтому пляж убирают Вот Везде в мире Все Вот это вот мечта Русского человека Я поеду на небитаемый остров Да Какой-то нетронутый Человек Идеальный Ты будешь жить там В горах мусора Там будет все замусоренное Когда ты путешествуешь Все это видишь Ты понимаешь Что реально Мы планету уже загадили Дальше некуда И в принципе Уже может быть Даже точка Невозврата пройдена Очень грустно Конечно становится Потому что Небитаемого острова С чистыми пляжами Уже в мире Не существует Ну ты же знаешь Про этот мусорный материк Да Этого добились мы То есть да Цивилизованные люди Вот С пляжами тоже Понятно Значит Мы катались Вокруг Этого городка Джокия Карта Как выглядит природа Да Так как остров Вулканический Вот Ты выходишь Из отеля Смотришь в любую сторону Там везде вулканы Вообще везде Они все потухшие То есть активных нету Склоны вулканов Покрыты очень густыми джунглями Причем Я читал Что на Яве И на Папу И на Форес На острове Форес Зарегистрирована Одна из самых быстрых Не знаю Как правильно сказать Скорость роста деревьев И вообще растительности То есть там Дерево которое у нас вырастает За год Вернее за 7 лет До такого-то размера Какого-то плённого Там за год вырастает То есть в несколько раз Быстрее чем у нас Поэтому всё в джунглях Всё заплетено Лианами переплетено За счёт чего вообще Очень важно Очень важно Всегда тепло Всегда важно Много Всегда Удобрений естественно Да И очень подородная почва То есть у них Есть возможность Они ведут интенсивное Сельское хозяйство Что это такое Они собирают рис Каждые 3-4 месяца Вот они посели Собрали Посели Собрали Посели Собрали И вулканы Накидали Очень много минералов Да Они в принципе Не заканчиваются Вообще-то земля Насколько я понимаю Вообще не истощается Вот Но мы не видели Чтобы её удобряли Вот И Вот мы катались вокруг Значит Чёрный пляж Потом Очень достойное место Которое обязательно Надо посмотреть Вот Это у нас Барабудур Где он Ага Значит Что такое Барабудур Вообще На Яве Там В Донезии Была Очень серьёзная Крупная цивилизация Почему-то В школе Мы про это Вообще Ничего не изучали Вот Допустим Про Египет Про инков Ацтеков Майя Мы что-то знаем Про Например Анкарват Уже меньше знает людей Это в Камбодже Огромный каменный город И там была Довольно мощная империя А про то Что оказывается На Яве Что-то строили Какие-то комплексы Каменные Там было каменное зодчество Мы вообще Часто не в курсе Вот В данный момент Барабудур Это каменный комплекс Очень большой Он покрыт Весь резьбой Покажи сверху Верон Его Вот Сейчас Это самый большой Буддийский храм В мире Вообще Когда-то он был На втором месте Но потом Китайцы В Тибете В Тибете Разгромили Буддийский храм Самый большой в мире Да Теперь вот это Самый большой Значит Как это выглядит Это гора Срезанная И там построена Значит Постройка Это 9-10 век То есть Ему тысячу лет Уже Больше чуть-чуть Тысячи лет Там огромная территория Ступенями В несколько ярусов Построена такая Крепость Тире храм Все изрезано Полностью Покрыто резьбой Вот Все заставлено Статуями Очень круто Все вырезано Очень круто Нарисовано Опять же Там Все мотивы Индуистские Полностью То есть Рамаяна Ганеша Шива Кришна И все Все остальное То есть Индуистское влияние Культура Ну вот резьба Да Покажи немножко Очень красивая резьба Очень высокое качество Именно художественное Изготовление Все из камня Сделано У них Причем Интересно С этими Самыми Да Это вот Крисы С мечами Крисы И у них еще Мечи Изогнутые Наоборот Вот так Вперед То есть Они вот С ними Рубились И Получается Что там Вот этот Барбудур Да И вокруг Еще Наверное Около Десяти Таких Древних Развалин Больших Которые Стоит посетить Мы про них Ничего не знаем Вообще То есть Я вот Когда впервые Попал на Яву Я с удивлением Узнал Что оказывается Была крупнейшая Цивилизация Вход В Барабудур Стоит Долларов Где-то Двадцать То есть Недорого Совсем Гостиница В этом Городке Долларов По Двадцать Тридцать Да Пятнадцать Там есть Пятнадцать Двадцать Что-то такое Да Еда В принципе Как в России Стоит Так вот Вот тебе Будет Саша Интересно Значит На территории Барабудура Есть музей Кровейческий Музей слабый У них все Но Там есть Музей Где стоит Огромная лодка Размером Примерно Помнишь Как мы В Египте Видели Вот Ту кедровую Лодку Лодиафор Этого Хеопса Золотая Оказывается Когда В шестнадцатом Веке Иванцы Стали торговать Вести Океаническую Торговлю Они Припыли на Мадагаскар И поняли Что на Мадагаскаре Коренные Жители Говорят На индонетическом Языке На том же На котором Говорили Иванцы Ты слышал Об этом Что-нибудь Я слышал Но это Сомнительная Тема Вот Как бы По побережью По вот этому По восточному Они между собой Общались Понимая Друг друга И вот Есть версия Что У них Была Океаническая Был Океанический Флот Они ходили На этих кораблях Туда На Мадагаскар И частично Его там Заселили А почему Сомнительная Кстати Там же Даже анализ Генома Проводили Что у них Этих вот Иванских генов Я вчера Только об этом Читал Но там написано Что споры Продолжаются Там и все такое Но в общем О чем музей Значит На Барабудуре Вот на этих Барелефах Есть изображение Этой лодки Огромной На которой Они ходили Якобы туда На Мадагаскар И какой-то Мужичок Иностранец Европейский Англичанин Не помню Или американец Не важно Он построил Эту лодку По вот этим Вот рисункам И они на ней Сходили На Мадагаскар То есть как бы Вот так получилось Эта лодка Стоит там То есть посмотреть Её стоит Это если это Действительно было Так Она парусная Парусная Да она парусная Она многопалубная Высокая Лодка такая Тримаран То есть Три корпуса У неё Да Вот Очень крупного размера Ну сопоставимо Вот с той египетской Ладьёй Которую мы смотрели Только она ещё 40 метров была в длину Ну вот примерно так же Только она ещё и выше Высотой Потому что в океане Волны-то высоки Это же Египетская Она была речная Насколько я помню Она церемониальная Там и по Нилу вообще Там по некоторым Я так понимаю Предполагали Что она только для того Чтобы фараона Уже после смерти везти По другим версиям Он всё-таки на ней ходил А это прям Такой матёрый корабль То есть На нём ходили Именно торговать Через океан И он так выглядит Что действительно На нём ходили То есть Он огромный Прямо Значит Далее Там же рядом Есть Такой комплекс Который древнее Лет на 200 Называется Он Прамбанан Такое название Запоминающееся Значит Это уже здесь Если буддизм Индуизм Смешано В Барабудуре Там уже Такие вот стоят Башни В каждой башне Внутри Стоит статуя Там Шива Ганеша Гаруда То есть Это А это вот Барабудур Кстати Вот так вот Он выглядит сверху То есть Огромный Вот видишь Вот люди Да Внушительно Это шерамида Ну да Ступенчатая Да Это же предки Этих Древние русские Достойные Вот Значит И вот здесь Уже стопроцентный Индуизм Довольно серьезный Комплекс Тоже очень много Резьбы Есть что посмотреть Брельефы То есть На полдня Можно туда съездить Значит Есть такой момент Мы В такие места Ездим только В сезон дождей А русские туристы Всегда его стараются Избежать Мне всегда пишут Константин Подскажите А случайно Не будет сезон дождей Я пишу Что мы всегда Ездим только В сезон дождей Вот почему Сейчас расскажет Верона Потому что Она из Питера Потому что Она фотографирует Она фотограф Потому что Смотри Какие фотографы Более живописные Потому что Когда Просто солнечно Нет облаков У тебя Фотографии Практически Не получаются У всех Этих комплексов У них есть Часы посещения Начинается Например С 9 или С 10 утра До 5-6 вечера Солнце Если оно Как бы ярко Если нет на небе Точь То хорошие фотографии В это время Они просто не получатся Мы специально выбирали То есть рано утром Туда не попасть На рассвете Поэтому мы выбирали Ближе к закату Всегда Там уже практически Никого нет И пасмурная погода Она помогает нам Сделать именно Какие-то атмосферные Фотографии И в принципе Не жарко Можно везде погулять Все рассмотреть Вместо там Отведенных 30 минут Как обычно у нас Все бегают По этим комплексам Можно на несколько часов Ходить все внимательно Рассматривать Угу Ну у вас просто Менталитет другой Потому что там Где вы живете Там И так Мы не боимся Тёплого дождя Жары не хватает Вообще Не ну дождь Он идёт Он тёплый Ну да Лучше тёплый дождь Чем жара Плюс 45 И потеря сознания Там от перенагрева Да Вот И вот То есть Джокьякарта Стоит пожить Вот эти места Которые мы перечислили Обязательно надо посмотреть Там Она Вот С одной стороны Там горизонта Стоит огромный Здоровый вулкан Называется Мерапи Его видно Прям За много километров Он очень-очень высокий Вот туда ехать Не стоит Почему Он во-первых Поросший лесом Полностью Он лесистый То есть Ты идёшь По вулкану Как это выглядит Восхождение туда Ты идёшь 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 По лесу И тебе Проводник Или там Если ты кого-то брал Говорит Всё Мы на вершине Ты в лесу стоишь Такой Прикольно Пойдём обратно И всё Он не извергается Активности там Нету никакой Смотреть в принципе Нечего Я просто много Знаю ребят Которые потратили Там день или два На то чтобы Туда зайти А там Ничего нету Дальше у нас сейчас Будут вулканы На которые стоит зайти Значит вот Сжёг я карты В принципе всё Единственный вопрос Про еду Мы тебе рассказывали Уже не один раз В Египте А про еду Сейчас Верона Всем расскажет Расскажи Верону Наслышан я Я хочу ещё немножечко Про вулкан Мерапи Рассказать И про вот этот вот Комплекс Промбанан И Бурабудур Они неоднократно Разваливались После сильного извержения Их собирали Их надолго потеряли Вообще В принципе Их засыпало пеплом Нашли их По-моему В 19-м веке Да Под пеплом То есть Просто гора Пепла Раскопали А там Какая-то экспедиция Нашли Разобрали И начали Собственно Как бы заново собирать То есть Их совсем Не так давно И открыли Собрали Японцы Собрали ещё Не до конца Вот А по поводу еды В Джокья карте Мы последний раз Хорошо покушали Мы там Немножечко Расслабились Потому что Там было много Туристов Там было много Всяких отелей Гестхаусов Кафешек Разнообразная еда Которая в принципе Допоздна работала Вот И Костя мне до этого Рассказывал Что в Индонезии Еды вообще нету Да Я ему не верила Что вы там страдали Она думала Что я преувеличивал Я не верила Нормальный Да И когда мы там Были Как бы вроде как Всё хорошо Как только мы Покинули Джокья карту Мы поняли Что еды Больше там нет Вообще Что все едят Только Там Два основных блюда Наци Горенг И Мия Горенг Это жареный рис И жареная лапша Есть ещё Курица Которую Они сначала Отваривают А потом Жарят На углях До состояния Такого Что она такая Как сухарь Её можно На волокна Разбирать И так вот Чесаться То есть Курицу Реально надо грызть Вот Через две недели Путешествие появится У тебя начинают болеть зубы Потому что Ты грызёшь Постоянную курицу Мы не смогли Ответить на этот вопрос Мы не можем Саше сказать А если попросить их Там пожалуйста Они не понимают Не понимают А есть ещё яйца Они могут пожарить яйцо Но Мы правда не поняли Как можно так пожарить яйцо Они его Сначала жарят Потом отваривают Или что-то ещё делают Оно твёрдое Невкусное Вот как Жареную яичницу Разогреть В микроволновке Через дня три Вот как бы Как То есть у меня Сложилось мнение То есть во-первых Индонезийской кухни Не существует В быту Может быть есть Есть какие-то рестораны Высокой кухни Из Индонезии Но в быту Обычные люди Они питаются Очень плохо То есть скудно Очень Неразнообразно Еды много Но она вся однообразная И готовить не имеют Вообще То есть если они Жарят говядину Они просто берут Сковородку Кладут туда говядину И жарят То есть Про маринад Там вымочить Соус какой-то Допустим Там отварить Потом пожарить У них вообще Нету такого понимания Мы сидим Уже там С Вероной Грызём Очередную курицу Не смогли Её сгрызть Подходит Хозяин кафе Говорит Что-то не так с едой Почему вы Типа не скушали Плохо прожарено Я беру курицу Стучу по столу Она прям такая Тум-тум-тум Говорю Он такой А типа Суховато Я говорю Да Он такой Подождите Уходит Мы сидим 40 минут Ждём Он приносит Точно такой же кусок Ну в смысле Он другой Но по уровню прожарки И сухости То есть Они её высушивают Полностью Вот Рис Рис можно пожарить По-разному Да Есть там Страны такие Как Таиланд Например Малайзия Вьетнам Китай Где рис готовят вкусно Япония Индия Шри-Ланка Да Есть у кого учиться Тем более Они раньше торговали Нет Они рис делают так Как будто он Прилежал уже неделю Вот Есть его невозможно Но День-два Нормально Но если ты месяцами Питаешься этим рисом Как-то становится Очень грустно Совсем Вот У них нет алкоголя Совсем Вообще Нет десертов Никаких То есть Они не присутствуют Фрукты есть Фрукты расскажи Да Фруктовый рынок Мы попали на фруктовый рынок Там сидело Человек 15 И продавали бананы Все 15 человек Причём бананы Они такие Зеленоватые И нам несколько раз Предлагали Есть ещё десерт Называется Жареный банан Но он как бы Жаренный Сверху А внутри он ещё Такой вот Твёрдый Зелёный Зелёный Насколько я знаю Бананы Это то Что они там Начали выращивать Ещё там В незапамятные времена Видимо выращивают С тех пор Ну вот получается Что Что Ява И Индонезия Это очень много Веков подряд Был мировой центр Для торговли Специями Казалось бы У них должна быть Богатейшая кухня Там безумные Сочетания Соусы Вкусы Нет Слушайте А рульба То же самое Они рыбу Если будут жарить Они высушат так Что её надо грызть Мы один раз попросили Никаких соусов Ничего не будет Мы устали есть курицу Устали есть рис Мы взмолились Попросили в нашем Гесхаусе Где мы жили Чтобы нам пожарили рыбу Они ловили рыбу Мы снимали это на камеру А, да, да В ручье рыбу Пожарили её Так, что Там от рыбы В принципе Ничего не осталось То есть Шкурка с одной стороны Шкурка с другой стороны Косточки И что-то там Вокруг них Мы есть не смогли Расскажи про французы А, мы остановились В гесхаусе Где хозяин был француз Это как раз В этом Джок Якарте Он Очень обрадовался С нами долго разговаривал И сказал Что сейчас Что индонезийская кухня Просто потрясающая И что сейчас Он нас угостит Таким вкуснейшим Десертом И принёс нам Что там было Банановые листья Манифик Манифик Там что-то Жупажур Хвалил очень долго Принёс Там, да Были банановые листья Банановые листья Завёрнут Смотри, значит Если взять горох Зелёный Только сырой Не варить Вымочить его Так, чтобы он стал мягким И толкуши потолочь Сделать из него Такие, типа, как шарики Эти шарики Сверху были посыпаны Кокосовой стружкой Они были сварены В кокосовом молоке ещё Да Всё, вот Мы такие там откусили Спасибо, хорошо Вот И вот через месяц Примерно такой диеты То есть мы ели только рис Не очень вкусный Только рисовую лапшу И только курицу Грызли Месяц А супермаркет? Нет Там Дальше Куда мы Вот Джак-Якарта Едешь дальше Там ничего этого нет вообще То есть там посёлки Нет туристов Ничего нет для туристов Нет такого понятия Как рестораны какие-то Или чего-то такого Там кафешки Забегаловки Где едят местные жители А местные жители Они как-то вот Ну видимо Я знаешь, что вспоминаю Советские годы Вот мы ели картошку Вермишель Яйца И сосиски И нам казалось нормально Ничего Разнообразно Ну на рынке всё равно Можно было купить Да, но мы привыкли Более Неразнообразной пищи Чем сейчас Правильно? Ну да В ресторан мы не ходили Как бы А сейчас ты там Так, итальянский Что-то надоел Пойду в японский Не в японском Уже ели Ну я просто избалованный Да, то есть У людей намного Уже кругозор В плане еды Они к этому привыкли Им больше ничего не хочется Мы с одним мужиком Там разговаривали Жили у него Несколько дней На вулкане На другом Сейчас про него будем рассказывать И такие говорим У тебя какая еда Самая любимая Он там О, ребята Я вам сейчас расскажу Этот Как называлась Наси Раван Наси Раван Наси это рис Раван это говядина И он нас повёз В ресторан За много километров В котором Подают Божественный Наси Раван Просто там Вот Мы ехали 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 С Вероной Уже обсуждаем Что там Типа Как думаешь Это можно будет есть Или сразу выкинем Значит Как это выглядело Белый рис Сваренный Горкой Насыпан Сверху Кусочки говядины Которую невозможно Прожевать В принципе То есть Я её жевал Там минут пять Потом потихонечку Выплюнул Там вот так вот Спрятал Выкинул под стол Чтобы не бежать И Залито всё Подлива такая Вот Если взять Говяжий рагу Приготовить Помыть посуду Вот то что стечёт Как это будешь Мыть посуду Смешанная подлива И вода Вот примерно Вот такая ситуация Такая консистенция Это всё Это лучшее Что как бы У них есть Поэтому Никакого разнообразия И когда мы через месяц Такой еды попали Казалось бы мелочь Да На самом деле нет Теперь для нас Это много значит То есть Для современных людей То что ты не можешь Даже купить Что-то сладенького Для мозга Очень тяжело Оказывается То есть Когда ты живёшь В обычном городе Ты этого не понимаешь Мы ели ложки сахар Да Там По истечении Третьей или четвёртой недели И когда мы с пересадкой На Бали Летели на Форес И мы такие В дьюти фри Там стоим Сникерсы Это же Сникерсы Там Давай возьмём Два А Верон такая Нет Давай четыре Возьмём Про запас То есть Короче Это урестов Рекомендация Рюкзак Сгущенки Что-то сладкое С собой брать надо Да И мы после этого Путешествия по Индонезии Мы всегда берём с собой Что-то сладкое На Папово Мы тоже так делаем Вот Собственно Джокия-карт и всё То есть Мы оттуда едем дальше Дальше у нас Что Верон Брома Давайте про обрезание Мне расскажите Вот А это как раз на Брома было Да Значит Мы приезжаем Вулкан Брома Это надо ехать в горы Едем несколько часов в горы Там Сошёл туман Всё в тумане Настолько сильно Что тебя бы я не увидел Вообще Мы несколько дней ждём Значит Когда туман уйдёт Погода нелётная Еды никакой нет Вообще То есть Едим вот эту вот Рисовую лапшу И Жареный рис Да В тумане И маленькие были Куриные шашлычки такие Значит Причём Вокруг Плодороднейшая почва Суперплодородная Вообще Там растут Помидоры Болгарский перец Капуста Свекла Там Чё только нет Причём Растёт везде Всё кучами Редиска Огурцы Это всё Каждый день мешками грузят Куда-то возят Сами это не едят То есть Продают Куда-то Вот И вот мы сидим Значит В отеле Ждём погоду Хозяин отеля Такой мужичок образованный Был когда-то в Америке Говорит А чё это у вас Крис Из сумки торчит Мы такие Да А вам интересно Интересно Пойдёмте Заводят Значит У него там Третий этаж Потом Какой-то лючок Открывает лючок Оттуда лестница Мы залазим туда А там у него Под крышей На чердаке Там ну как бы уже Вот крыша Всё скаты Сделана такая Специальная комнатка У него там 700 Крисов Коллекция Он коллекционер У него 700 Крисов Есть Крисы Которые в такой Стеклянной Как типа В колбе Запаяны Потому что Им по 800 лет Они проживели так Что там типа Как фольга Он в таком состоянии И он там Этот Крис стоит Там что-то там Допустим 50 тысяч долларов Там это Жемчужина Мои коллекции Он богатый очень Да Вот И там нельзя Их просто так смотреть Надо сначала Поставить Зажечь свечи Поставить благовоние Встать на колени Попросить разрешение У каких-то местных Духов Крисов Которые там живут И когда мы уезжали К сожалению Не смогли остаться Он сказал Оставайтесь Ещё на 3 дня Через 3 дня Будет специальная церемония Мы выносим Все эти Крисы Их смазываем Специальными маслами Молимся Поём песни Танцуем С ними Там как-то Они пляшут И убираем Их на год Обратно То есть Как бы Это всё серьёзно Вот И вот Он нам показал Все эти Крисы Мы говорим Что делать скучно Что делать вообще Он говорит Идите туда Мы там А что там А там Праздник Мы пошли на праздник Значит Вся деревня Пришла полностью Помещение В помещении Сидит мальчик Очень красиво Одетый в шелка Весь обмотанный Все фотаются На телефоны Мы там Они уже пониже роста Маленькие Смуглые Вот Метр Наверное 60 У них средний рост То есть Прям совсем маленькие Волосы какие Волосы прямые Вот А монголоиды Азиаты То есть Глаза узкие Но при этом Очень смуглые Они у всех Такие усики маленькие Вот А на сцене Стоят Естественно Актрисы Должны быть красивые И там Вкусы какие Тётя все очень белые И очень пухлые Вот как советские фильмы Показывают То есть У них руки такие Там Грудь Потом ещё Что-то Ещё Задница вот такая Вот И они там Двое суток С перерывом С небольшим ночью Они двое суток Танцевали Пели И вот Всех кормили Это вот Как бы мальчик Типа Вхождение В Врослый Водор Само Так сказать Процесс Обрезания Нам не показывали Без обрезания Не скажу Что я прям Сильно хотел смотреть Неинтересно Может быть уже всё Я не знаю Мальчик сидел с Крисом Кстати Обязательно Потому что мужик Без Криса не может Вообще никак Вот И потом Распогодилось Значит Мы взяли у хозяина Отеля на прокат Кроссовый мотоцикл Там проблема Точно такая же Как и везде Где есть туристы Хотя бы чуть-чуть Мы с тобой В Египте С этим сталкивались Водитель Который Вот ты наймёшь машину Тебя водитель повезёт На вулкан Он хочет домой Как можно скорее Свалить Ты у него уже Вот здесь Ты ему деньги отдал Он там Ты начинаешь спрашивать Извините А можно вот туда подъехать Нет А туда Нет Там плохая дорога Мы застрянем А сюда Сюда Опасно Я не знаю как ехать А можно ещё 2 часа побыть Нет Нельзя Пойдёт дождь Мы не вернёмся Уже никогда Отсюда умрём здесь Поэтому мы стараемся избегать Мы вот за всю эту поездку Брали только один раз Водителя Потому что не было выхода Вот И мы на этом кроссовом мотоцикле Отлично поездили вокруг Там огромный То есть стоит вулкан И вокруг Наверное Где-то Вот Радиус 5 километров Всё засыпано Огромным слоем Пепла Серого На котором ничего не растёт Вообще Видимо там Нету каких-то минералов Нужных Прям фоллаут Вообще Вот Постъядерный такой Постъядерная зима Вот Видишь Вот такие Пейзажи То есть Очень холодно Вечером До 11 Где-то 10 градусов Падает температура То есть вообще Такое заблуждение Мы едем на Яву Это Индонезия Тропики Рядом экватор Надо брать шорты Шлёпки И наверное Крем от загара Все вулканы Где мы были Там Плюс 10 Плюс 8 Ну это вообще горы Да Поэтому Ну как-то вот У нас в голове Часто не укладывается Экватор Даже горы Должны быть жарко Правильно Вот Поэтому Зимние вещи С собой брать Обязательно Вот То есть шапки Рукавицы Потому что Плюс 10 вроде как Не холодно Терпимо Но когда влажность 100% Там 90 Сколько там Процентов 95 наверное Вот Это реально очень холодно Если ещё ты промокнешь Ты гарантированно заболеешь 100% Если дождь пойдёт Да Вот И вот Мы там вокруг Очень покатались Приятно Брали с собой еду Естественно Потому что там ничего не продают Воду тоже Катались 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 Полдня наверное Гуляли Фотали И решили зайти на сам вулкан Там значит Такая тема Что внутри В жерле живут духи Если ты им скинешь Что-то монетку Или цветочек Они выполнят твою Просьбу Или желание Да Так И Рона там что-то загадала Не знаю Очень сильно хотела Расскажи Что дальше было Мы тогда стали подниматься Поднялись где-то до середины И нас остановили Там ребята Какие-то даже С какой-то форме С бирочками С какими-то С бирочками И сказали Стоп Дальше нельзя По-английски они очень плохо говорили Но Как бы нам объяснили Что вообще никак Мы значит Расстроились Потом разозлились Они не смогли нам сначала Мы заплатили деньги еще Да Мы заплатили деньги За это все Мы значит начали там Билетами махать Мы заплатили деньги Мы туда все равно пойдем Они там за нами бежали Мы их там В стороны так Отталкивали Потом подошел Какой-то Более разговорчивый По-английски И сказал Что только что позвонили Сказали Приборы зафиксировали Приборы зафиксировали Началось извержение Ребята Все Дальше нельзя Опасно И в этот момент Что-то у нас там Как-то видимо Переклинило Костя говорит Мне кажется Мы просимся Чтобы нас спустили На вулкан Который начал Извергаться Это нормально Вообще нет Мы стоим На них кричим Там Мы заплатили деньги Как так Мы хотим Посмотреть Пустите нас И тут Они стоят Спиной к вулкану И тут из вулкана Начинает валить дым Это вот так Вот выглядит И я Вероникой Слушай Получается Там сейчас Извержение Мы хотим В кратер И кричим На людей За то Что они Нас не пускают Мы что-то Делаем не так Но мы свернули Как бы Все Поехали Оттуда Все убежали Сразу же И кстати Нам повезло Потому что Мы успели Еще вокруг Поездить Это все Пофотографировать Как он извергался На фоне Вулкана Который извергается Там Пофотографироваться А через неделю Да Буквально Закрыли Его закрыли Через два дня На год И все И как бы Год люди туда Не попадали Вообще Потому что Он извергался Постоянно Я даже не знаю Сейчас его открыли Не открыли На монетку Мы не кинули Конечно Вот Значит Это самолет Да Закончили мы На вулкане Едем дальше Дальше У нас цель была Какая На Получается Я вон Такой длинного Остров И вот уже В восточной части Огромный Национальный парк Там Красивейшая природа Там очень много Древовидных Папоротников И Там Вулкан Огромный Который Называется Иджин Вот такие Папоротники Прямо по 5 По 6 метров Высотой Вот Очень красивые Там джунгли Много животных Всяких Прямо полязвый Да Там нет охоты И мы вот туда Ехали И ехали Вулкан Называется Иджин Хотели на этот вулкан Посмотреть Плюс И у нас Была довольно Интересная история Как мы туда Добирались Мы выехали С Брома Вот Нам нужно было Попасть в город Проболинга Оттуда уже Брать такси И ехать на этот Вулкан Иджин То есть он огромный Он там занимает Ну где-то Если брать Так поперечник Остров Там большую часть Вот этого Ширины острова Это все Национальный парк И это основание Этого вулкана То есть И вот чтобы Объехать по кругу Надо ехать несколько дней На чем-то Там на машине Вот И нам нужно было В городок Проболинга Мы ехали на поезде Ночью И проспали Нашу станцию Вот Ну как-то Вот так получилось Там бедить не принято Вот Да Нет Там подскартные Этот Не было купе Вот Значит Вылезли в каком-то посёлке Два часа ночи Таксисты Очень непонятливые Мы им говорим Проболинга Они там Окей Кипа Гоу Мы там How much Они что-то на своём Говорят Я включаю Калькулятор На телефоне Показываю Даю ему телефон Типа Напиши How much Напиши Он смотрит на телефон Даёт его другу Друг смотрит Этому говорит Ооо Айфон Круто Вообще Отлично Там да Дают мне обратно Мы вышли на дорогу Значит Помахали руками Остановился мужик Военный По-английски Говорит Говорит Я вас отвезу в город Я города не знаю Гостиницу учите сами Мы приехали Это вот единственная история Когда наша стратегия Почти дала сбой Мы вот кстати Сколько лет ездим Никогда не было такого Что мы не нашли гостиницу То есть Часто люди боятся Да Если мы не заплатим заранее Где мы будем жить Мы будем спать там На вокзале Не будет такого никогда Но иногда приходится Приложить усилия Чтобы найти И вот значит Мы приезжаем в этот город У нас высаживают Уезжают Мы берём местное такси И говорим Хотел Там Гэсхаус Рум форент Подъезжаем к одной Полное К другой Полное К третьей полное Спрашиваем Что случилось Он говорит Рамазан Рамазан Неделя выходных Люди отдыхают Всё полное Потом говорит Я знаю одного друга Который нам поможет Мы едем 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 Это где-то уже 3 часа ночи Значит в городе темно Освещения нету городского В темноте Стоит К забору прислонился мужик Вот так вот У него вот так кепка Вот как думаешь Что он там делал Вот У нас Только одна версия Что это наркоторговец Ну да Или сутенёр А он его там Типа иди сюда Мужик садится к нам Они между собой о чём-то говорят Мы едем Вот А водитель говорит мне Так через плечо Сейчас мы ещё одного друга заберём И поедем в гэсхаус искать Я там типа не надо Подозрительно Я там типа не надо Ну думаю их уже трое будет Я там типа Ребята не надо друзей Нам нужен гэсхаус Нам не нужны друзья Всё нормально Останавливается Ещё одного сажают Он тоже стоял просто в темноте Только в другом месте Не помню В чём-то он стоял там Просто в другом месте Значит И мы забираем через некоторое время Третьего И куда-то едем Они между собой Все трое разговаривают Куда-то звонят У нас с собой Мы так как мы долго ездим И мы привыкшие к тому Что могут возникнуть Неожиданные расходы У нас с собой там где-то 20 тысяч долларов Это их годовая там Зарплата Да по сути дела Я значит крисы Который купил В джоке карте Переложил из рюкзака К себе На сиденье У меня потом ещё там С собой был охотничий нож Тоже подготовил Сидим И там В машине включают свет Я вижу Я вижу что у одного Там такой шрам Так через всё лицо Там рожа уголовная У всех Мы понимаем Что это реально бандиты Вот И я жду Что будет дальше Вот мы ездили 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 И Одного главного Звали Мистер Анатолия Я запомнил На всю жизнь Он на английском говорил Он говорит Ребята Вы наши гости Но что-то похоже Мы вам не можем помочь Отелей нету Сейчас мы стараемся Как-то вас Типа выручить Мы такие Типа Спасибо Ничего не надо Отпустите Вылезем Да А мы уже где-то в темноте Едем Там уже какие-то кусты Заросли Типа отпустите Всё хорошо Мы сами найдём Нет-нет Ну как же так Как же вы пойдёте на улицу Мы вам поможем И Уже мы за город Куда-то едем Мы типа А куда мы едем Всё хорошо Сейчас всё будет И Нас возили-возили Привезли за городом Гостиницы Поселили Попрощались И уехали Видишь Такие вот там Мистер Анатолий Да Потом Значит Утром Один из этих мужиков Приехал уже на машине За нами И отвёз нас на вулкан На вулкане Мы поселились в гостиницу И хозяин такой А это Кто вас привёз Это же друг мистера Анатолия Мы такие Ну да Говорит Местный авторитет Да Говорит Мистер Анатолий Делал людям вот так вот За это посидел в тюрьме Очень долго Но сейчас он вроде стал хорошим У него есть турагентство своё Мы такие Ну вот такая история То есть В принципе Наша тактика Чуть-чуть не дала сбой Но чуть-чуть не считается Вот Дальше Вулкан Иджин Да Что мы про него хотели рассказать Мы хотели бы сказать Что мы начали восхождение В 11 вечера А Значит Во-первых Там Очень богатая природа То есть Если туда ехать Не надо Вот Приехать Зайти на вулкан И уехать Да Так делать не надо Надо пожить в гостинице 2-3 дня И поесть вокруг На мотоцикле Ну или если не умеешь На машине Потому что Вот Настолько красивых лесов И вот эти все Все в лишайниках Все в папоротниках Вот эти древовидные Там куча Каких-то растений Которые я вообще Никогда в жизни не видел Вот Мы не видели больше Нигде Такого Такой природы То есть Там есть смысл Сдержаться Поездить Плюс мы поездили Посмотрели Как выглядят шаманы Ничего такого Как бы интересного Для себя не увидели Плюс Там Проживают Такие животные Которые называются Лювак Слышал? Еще раз Нет? Лювак Лювак? Лювак Лювак, да Это Зверек Который похож На Хорька То есть Он такой Длинненький Вот такой Где-то длины Коричневый Пушистый Но не хищник Он ест Кофейные Ягоды Он им питается Вообще От природы И существует Оказывается Самый дорогой Вид кофе В мире Который Называется Лювак Кофе Вот На чем он Основан Там процесс Этот лювак Мне уже страшно Бегает по лесу Выбирает Самые спелые Ягодки Их кушает Ягодки Перевариваются Оболочка А зернышко Проходит через него И выпадает Оно ферментировано Но Смысл Не только В том Что оно Ферментировано Оно Прошло Отбор То есть Он из всего Что было на деревьях Выбрал Самое спеленькое Поэтому оно Очень тщательно Отобрано И вот Раньше Они ходили Собирали Заливаками Заливаками И пачечка Такого кофе Вот такая маленькая Стоила Там от 300 долларов И как бы Его продавали Там чуть ли не с аукционов Вообще Но потом К сожалению Что они сделали Они их посадили В клетки Стали размножать В неволе Разводить И Мы вот с Вероной Наблюдали Там даже на территории Нашего отеля Их разводили Они им сыпят туда Любой кофе А у тех выбора Нет что делать Они едят всякие Зелёные Розоватые Красноватые Качество конечно Совсем не должно Да всё Ну собственно И кофе уже Не так дорого стоит Но всё ещё Стоит самым дорогим Значит должен быть У них бренд Органический Этот клеток Да Который на свободном выпасе Ну да А как ты разберёшься Какой ты купил Неважно Главное написать Ну это да Наш ток от диких клеток Да Вот И вот Там с нами Произошла вторая Такая Показательная история На самом деле Я в туризме Довольно много лет Проработал У очень многих людей Происходит эта история Многие отчаиваются Теряются Не знают что делать Вот Послушайте нашу историю Да Я надеюсь Дай-ка угадаю У нас что-то спёрли Да Я надеюсь Что никто не столкнётся Но вот Наша история Это такой образец Как себя нужно вести Правильно Да Наверное Значит Мы пошли на восхождение На этот лукан Туда идти 4 часа Вот Как это выглядит Значит Ты выходишь в 11 вечера Едешь сначала где-то часик На чём-то Потому что На территории самого этого комплекса Национального парка Нету гостиниц Вот Едешь Приезжаешь Там можно попить чайку Там же дают На прокат фонарики Без них никак У тебя полностью Вся тёплая одежда То есть Пуховки Куртки Шапки Рукавицы Нужно всё брать с собой Потому что наверху очень холодно Внизу очень жарко И ты об этом часто не думаешь Наверху не продают Никакой воды И вообще ничего не продают И никакой еды Поэтому надо всё брать с собой Слушай А там не стоит На последнем Таком рывке Какой-нибудь Местный барыга С связанными носками Там 20 баксов Стоит Стоит уже Я это по Египту помню Только не на последнем рывке А там прямо под ножи Там где продают Точнее дают в аренду Фонарики Дают в аренду Распираторы И там же можно взять В аренду шапки И что-то шарфы По-моему Но куртку Штаны нет Носки Я не видел Не помню Носки нет Не было Вот И ты 4 часа примерно Идёшь вверх Ну от 3 до 4 Если не спеша Потом Это вот вукан Там кратер Кратер В диаметре километра Ты спускаешься Где-то час вниз И получается Если ты правильно Расчитал время Что ещё темно Если тебе повезло Ещё темно Там на дне Серное озеро И есть несколько мест Где выход серы Наружу И она загорелась Когда-то очень давно Она горит уже там Тысячи лет Как это выглядит? Это синее пламя Которое днём не видно Вот оно Да Вот этот вот стоп Это он где-то метров 5 высотой То есть это не такие вот огоньки Оно горит Очень ярко Очень красиво Гудит Там какое-то Подходить насколько близко Не воняет Ну мы подходили метр на два Прям рядом совсем Да Там везде ядовитые пары Поэтому все с респираторами Иногда можно их снять Дохлые зерушки не валяются Птички Там уже никого нет Там никого нет вообще Там дохло всё Там всё умерло Вокруг на большом расстоянии Вот И конечно картинка просто нереальная Вообще То есть синее пламя Огромные столбы этого пламени Серо горит Это озеро Серная вода там Очень красиво Но Там работают Мужики Они Там эту серу Клупают Значит Этими ломами Её несут Оттуда 5 часов Вот да Как это выглядит Это вот человечки Видишь Это уже на рассвете Маленькие Это уже посветлево Это вот Кратер озера И вот эти мужики Они это вот в респираторах Там чтобы Красиво Чтобы ожога лёгких не было Вот очень красиво Да Потрясающее место Наверное одно из самых красивых Вообще Где мы были в жизни В принципе Вот этот кратер Это озеро А там вот видишь Вон океан И там видно Даже в хорошую погоду Бали оттуда Озеро кислотное Конечно Довольно Да Озеро из кислоты И вот Забыли сказать Джунгли Которые вокруг Вот эти папоротники Древовидные Там всё заплетено И там ручьи Зелёного цвета Потому что они серые И ты вот Идёшь Зелёные джунгли Зелёные ручьи Зелёная вода в ручьях Сесть на неё никто не пьёт И купаться туда Вот Смотри Видишь Купаться Конечно Нет Можно искупаться Но я думаю Один раз Да Один раз Только Долго не проживёшь Вот И как это выглядело Были другие туристы Было много инонезийских туристов Мы спустились Все побросали рюкзаки Стали фотаться Я естественно Тоже бросил рюкзак И мы тоже стали фотаться Вот А эти рабочие Которые там Добывают серу Они естественно Что? Это вредное производство Кто туда идёт работать Мы сразу об этом не подумали Которжане Которжане Уголовники Да И плюс Мы совершили ошибку Правило такое Должно быть всегда Паспорт всегда с собой Да Но он с собой должен быть где? Или в кармане Или лучше вот часто Такую делать сумочку На шею И под футболку И носят А мы убрали документы В рюкзак Я его бросил Верона захотела пофотаться Я её фотал Минут 15 поворачиваюсь Рюка нет Как бы Мы сначала думали Что может я его где-то не там оставил Побегали немножко вокруг Поняли Что у нас его украли Вот У нас там было 300 долларов денег Несколько телефонов Айфонов И наши все документы полностью Вот И ситуация какая получается Значит Во-первых Что происходит Если у тебя украли Или ты потерял документы Да Ты где-то за границей Тебе нужно ехать в полицию В полицию тебе нужно взять справку Что совершено преступление Или утерян паспорт С этой справкой Тебе нужно ехать В иммиграционную полицию Вот видео с этого С кратера тоже В общем отдых заканчивается Плавно Не только Послушай дальше Значит В иммиграционную полицию Справка о том Что ты действительно Недавно въехал в страну И у тебя не просрочена виза Может быть ты скрываешь Что у тебя виза просрочена И потом Со всеми этими справками Надо ехать В посольство России Тебе там выдадут справку Другую Третью По которой ты можешь вылететь Вот в нашем случае Посольство России Было на другом конце острова И значит На самолетном билеты Не продадут На поездном билеты Не продадут Значит надо ехать На рейсном автобусе Это примерно По индонезийским дорогам Две недели пути Вот Как бы Это все Это единственный вариант Что может Вот как мы могли поступить Далее У нас Бизнес весь в Таиланде А нам Нас в Таиланд не пустят Нам надо лететь в Россию И восстанавливать все документы Вот Значит У меня был утерян До этого еще очень давно Много лет Надо российский паспорт Сейчас я восстановил То есть получается Мне надо лететь Восстанавливать российский паспорт Потом за гран Это минимум два месяца В общем ты немножко не подумал Когда встали рюкзак Да и когда мы посчитали С Вероной Сколько у нас Получается Финансовые потери Вообще Останется ли у нас бизнес После там Полугодового отсутствия Можно остаться здесь работать Да Серу добывать Значит Мы сели Ну кстати Не паниковали совсем Мы сели Стали думать Значит Что делать Ситуация в чем Вот кратер Да И чтобы вылезти из кратера Ты должен где-то час Подниматься вверх Вор где-то здесь Да То есть Если бы кто-то Шел с нашим рюкзаком Туда Мы бы увидели Вот Значит он где-то тут спрятан Мы попытались Поговорить с этими рабочими Естественно И там Я нет Я ничего не видел Ничего не знаю Вот Мы часа два На это потеряли Поняли Что они нам не скажут Естественно Более того Мы поняли Что человек Который его украл Он не будет его доставать До темноты В темноте он его достанет Заберет оттуда Ценные вещи Все остальное Просто кинет в огонь Я бы сделал так Правильно То есть улики уничтожить Тут бы вам очень понадобился Мистер Анатолий Да Мистер Анатолий Да Один звонок Мистер Анатолию Мы вышли Поднялись из кратера Ну то есть Мы поняли Что до вечера Наши вещи безопасности Вечером они исчезнут Навсегда Он их где-то припрятал Да Мы поднялись из кратера Спустились вниз У нас на это ушло Там где-то три часа Пришли в управление Национального этого парка И значит Мы выбрали Две тактики Одновременно Я как раз В тот момент читал книжку Записки Юлия Цезаря И когда они хотели Чего-то добиться На территории Там германских племен Или там Еврейских Семитских каких-то Они прибегали Двум тактикам Подкуп и угрозы Вот Мы стали всем говорить Что мы знаем Людей из правительства Что мы знаем Людей из телевидения Мы называли просто Название телеканалов Которых мы по делу Увидели там 7А+, например Мы кричали Что мы позвоним Директору канала 7А+, Вам всем пипец Вас тут всех нагнут И мы везде Где были С кем разговаривали Всем говорили Что мы обещаем Награду 2000 долларов Как бы По сравнению с потерями Которые мы понесли бы Если бы не нашли Это ничего вообще Вот Как они отреагировали? Нам все сказали Что Кстати Они очень спокойные были Они с нами не ругались Они сказали Ребята Вот эти уголовники Они постоянно Каждый день Что-то воруют У туристов У всех У индонезийцев Многие из них Вообще Доустроились на работу Чтобы воровать Вот К ним в деревню Много раз Писали заявление К ним в деревню Много раз Приезжала полиция Никто Никогда Ничего с них Обратно не получил Это нереально Вы ничего не докажете Уезжайте Спокойно В Джакарту Мы такие Две недели на автобусе Да У вас другого выбора Нету Вот Мы поехали Написать заявление В полицию Потому что Время-то идет Уже там Час дня Через пять часов Наши документы Исчезнут Время идет Мы поехали в полицию Сказали Что нам нужно Чтобы с нами Пошли туда И там все обыскали Они прямо В открытую Посмеялись над нами Прямо так Угорали всем отделам Типа вообще больные Вот Мы поехали В соседнем городе В управление полиции Чтобы написать Жалобу на тех Значит У нас приняли заявление Ну тоже так Ребят Че вы Вы пендриваете Съезжайте домой Ну в смысле Летите в Россию Там Я наверное Такое сравнение приведу Это приехать На какой-нибудь там Курский вокзал В Москве Положить на скамейку Рюкзак Со всеми вещами И пойти погулять Ну да Примерно так У меня был опыт На московском вокзале Я оставил сумку На По-моему Две минуты Случайно В ней лежали книги Ага Но сумка Осталась лежать на месте Пустая Серьезно? Профессионалы работали Вот И мы съездили То есть мы везде рассказывали Что мы знаем всех Мы знаем людей Из правительства Мы знаем там Big position people И все-все остальное И мы заехали На фабрику Которая вот эту серу Обрабатывает Рабочие с этой фабрики Эти каторжане Там был директор Генеральный Который прилетел Второй раз За 40 лет Существования фабрики Из Джакарты Сюда Я на него напал Я уже там был злой Я его тыкал пальцем Он этот Спрятался в туалете Из туалета звонил Отдавал приказания Подчиненным Вот И Стучал ты ему? Стучал конечно Я кричал Он говорит Я сейчас улетаю домой Говорит Ты хочешь домой? Я тоже хочу домой Давай поехали искать Документы Вот И Мы всех подняли на уши На всех накричали Всем угрожали Обещали денег И В 5 вечера Мы приехали в гостиницу Очень сильно уставшие Потому что мы выехали Из гостиницы В 11 вечера вчера Значит В 7 вечера Нам позвонили Со станции Вот этой вот Национального парка Рейнджеры Вот И спросили типа А можете Называть фамилии Кого вы знаете? Мы такие Мы знаем всех Мы знаем всех Вам пипец Все Вот Нам позвонили в отель Нам позвонили в отель Из Бали А нет В отель наш Позвонили из Бали И сказали Осторожно У вас там какие-то Серьезные люди У них какие-то проблемы Надо им помочь Потому что Будет что-то Ну типа там СМИ наедут Будет скандал Вот То есть Твоя психическая атака Сработала Да В 9 вечера Значит Нам позвонили опять Оттуда С вулкана И сказали Что в жерло Вулкана Ввели Полицию Подняли всех Рейнджеров С национального парка И ввели туда Какое-то войсковое подразделение Все ищут Да И в 11 вечера Нам привезли наш рюкзак В отель Причем Это были 3 человека Начальник рейнджеров В форме Это солдат главный Там может полковник Я не знаю И Это Специальное подразделение Какое-то спецназ СВАТ Вот Отдали нам документ Отдали нам рюкзак Мы при них все посмотрели Они там Пожали мы им руки Дали потихонечку деньги Они кстати отказывались Боясь брать Ну типа как взятка Но мы сказали Пожалуйста возьмите Мы очень благодарны Потому что Ну как бы Иначе Все Да Вот С тех пор Мы никогда не оставляем Рюкзаки Вот так вот Там поставил Да где-нибудь Присладил Пофотово Поворачиваться Все Потому что Это очень серьезная проблема Русское посольство Никак Тебе не поможет Ни в одной стране Нигде То есть Ни ночлег Ни еду Ни денег Тебе не предоставят Они могут только Давать советы Ну займите у кого-нибудь Окей Как можно занять Вестерн Юниен Как ты получишь Вестерн Юниен Перевод Без паспорта Никак Надо искать Какого-то индонезийца Который получит За тебя И возможно Тебе отдаст А может быть нет Вот Ну вот такое приключение было Значит Мы отдохнули Пару дней Еще раз зашли На этот вулкан Там все Пофотали Сняли Там действительно Очень красиво То есть Красивейшие места Вот Вот мы брали С собой еду Там значит У нас был обед Прям на этом На бортике Кратера Вот этого Наблюдали там Какой-то интересный эффект Когда облако находит Видимо из-за того Что пара серы В воздухе Появляется Какой-то странный Теневой эффект Твоя тень Разделяется На какую-то звезду Вот Ну сейчас фоточку Верона покажет Если найдет Если не найдет Потом монтируем Вот Ну вот собственно Такое приключение И вот этот вулкан Он Ну я уже говорил Да Что это одна из самых Красивых Вообще Одно из самых красивых Мест Которого я видел в жизни То есть туда ехать Надо обязательно И туда кстати Очень легко Добраться с Бали На Бали Многие отдыхают Но вот почему-то На этот вулкан Мало кто заезжает Вообще Там очень красиво Дни пять провести Там можно просто Отлично Вот Не оставляй рюкзак Не оставляй рюкзак Ни в коем случае Вообще Не под каким предлогом Вот Всё Сявый мы Прощаемся Да Мы всё Посмотрели Мы уехали на Бали Мы уехали на Бали Значит про Бали Я не буду ничего Рассказывать Расскажу два случая Один из них будет тебе Очень интересен Как профессионал Значит Я с детства Как и все нормальные люди Много раз слышал Что дельфины Очень умные Они умнее людей Где-то в 90 раз У них язык там Столько слов Сколько вообще нету Люди используют Где-то 3% мозга А дельфины там 97% Дельфины 205 Вот Да У них в языке Миллиард 500 тысяч слов А в русском там Всего 2000 И много всякого Они очень добрые Они очень добрые Они дружат Они спасают людей И самое главное Что они очень умные Вот Вот С какой ситуацией Мы столкнулись Они улыбаются Значит Они и разговаривают Значит На Севере Бали Острова Есть такой городок Называется он Синхараджа Там Пляжик какой-то И что-то мы отдыхали После вот этих наших Приключений На Укане И значит Там Местные жители Катают людей Смотреть на дельфинов Там плачешь какую-то денежку Гарантия Что ты дельфинов Видишь 100% Мы поплыли Значит Как это выглядит Лодка Катамаран Ездит Плывет По кругу идет Да Где-то Ну там Диаметр Круга Километр Вот она Он руль прям заклинил Веревкой намотал И она по кругу плывет У него Воздушный змей Очень высоко летит Воздушный змей Привязан Какой-то поплавок С крылышками Он дергает С воздушного змея Поплавок Шлепает Об воду Получается Звук Точь-в-точь Как будто Тунец Прыгает И Вот он по кругу плавает Да Ходит Как говорят моряки А другие Подвозят Мимо Провозят Вокруг Катают Туристов Почему? Потому что За этим поплавком По кругу Каждый день По полдня Плывет стая дельфинов Они выныривают И даже Я не разбираюсь В дельфинах Там не очень разбираюсь Но даже Вот То что они выныривают И они Обычно Они выдыхать Должны так Да Они там А вот Так вот Они дышат То есть Они сильно уставшие Запыханные Они вот Целые полдня По кругу Вот за этим поплавком Значит Я на это посмотрел Мы пофотали Я говорю Давай рыбу Он говорит Какую рыбу Я говорю Ну им же надо бросать рыбу Он говорит Нет Программа Типа Расходы не предусматривают Я говорю Так вы же Ну вы их не кормите Разве Он говорит Нет Ты что Если мы их покормим Они уплывут Они же плывут за этим За плавком Потому что они голодные Там снимите Дельфинята вот такие Вот прыгают Маленькие там совсем Говорит Мы их покормим Они уплывут А когда туристы Что будут смотреть Как мы деньги будем зарабатывать Я такой сижу Думаю Если собаке Показать еду Но не дать Потом еще раз показать Еще не дать Ну средняя собака Часа через два Уже понимает Что как бы Не надо ждать Надо валить Да В другое место Куда-то А я вам спрашиваю Этого Сколько ты здесь работаешь Он говорит Ну там лет 25 Я говорю Каждый день Каждый день То есть вы каждый день По кругу Утром плаваете Сколько Но он говорит Тем более Тем более что Ладно Ладно там день Два Но они получается Годами плавают Я обязательно Его спрошу И тебе расскажу И более того Если мы поедем Я тебя могу отвезти В это место Ты можешь сам посмотреть Потому что это постоянный Туристический аттракцион Который существует Может там какие-нибудь Как это с лоботомией Дельфины Ну вот такие Я не разбираюсь в видах Они маленькие Черненькие Метра по полтора Длиной где-то То есть небольшие совсем Детеныши там Еще прям такие Маленькие были Вот Это странно То есть вот такие Неумные получается Ну и второй там Момент На Бали И как бы Дальше сейчас Вылетаем сразу На следующий остров Мы вылазим Выходим из автобуса И у меня Вот эти крисы Торчат У меня три штуки Было Из рюкзака И там Местный Его звали Мистер Юра Вот Почему-то так вот То есть там был Анатолий Это мистер Юра Такой Типа А это что Крисы? Да А вы интересуетесь ножами? Я такой Ну да А старинной мерью? Ну Посмотреть можно Да Утром На следующий день То есть он увидел Куда мы поселились Утром на следующий день Открываем номер Там у нас возле номера Сидит толпа мужиков На полу Человек 25 С ножами Кто с чем? С ножами Ты знаешь Кухонный ржавый нож Там сломанный нож Бабули Там у кого Крис Ну какой-то странный Алюминиевый Там театральный И один мужик сидит У него такое Старое-старое Ржавое мачете Вот такого размера И он там И они сразу там Мистер Купи-купи Мы видели у тебя ножи Давай Вот у нас там Very old Все старинное Купи Я такой думаю Блин Надо от них как-то отмазаться Говорю Слушай Ну вот мачете Вот это твое Че за мачете Он такой Ооо Это такое мачете Оно антикварное Вот помнишь У нас были Там это Революция За 80-каком-то году Какая-то была революция Независимость Что-то такое Какие-то движения Вот там Эти мачеты Порубили Там 50 человек Значит Колонизаторов Вот Значит Такое Мачете Борьбы за независимость Оно очень дорого стоит Это наша семейная реликвия Я такой Говорю Слушай Ну Как бы Да Я все понимаю Но тут проблема Оно у меня в рюкзак не влезет Оно длинное Я сейчас пойду Мы обрежем его Не проблема вообще То есть Такие предпринчивые люди Вот Ну вот про Бали Не будем рассказывать Как бы особо Нечего Про Бали не будем Про дельфинов Про тупых дельфинов Я понял Не очень умные дельфины Да Ты как-то немножко Ты разочаровал Значит Все Про Бали Мы ничего не рассказываем Нет смысла Там все были и так Значит Мы полетели на остров Флорес Вот Значит В том числе Потому что Ты нам сказал Что нужно обязательно Поехать туда Зайти в пещеру Где нашли Хоббитов Да В 2004 году Вот Вот мы по твоему заданию Были в этой пещере К сожалению Там никаких ни выставок Ничего нету И раскопки на тот момент Там не велись Вот А что там было-то вообще хоть Там была Пещера должна быть очень большая Там была яма Там такая Вот Накрытая клеёнкой В пещеру нас не пустели Вот То есть там видно было Там он похож на грот какой-то Да Это большой Очень вход Внутрь никого не пускали Там ничего не было На месте Вот Но Сейчас там ведутся уже Сейчас там опять ведутся раскопки Да Возобновили Но Почему мы на Флорес Собственно поехали Оказывается Это единственное место Из которого можно попасть На комода На комода нету Отелей Там нельзя находиться Это национальный парк Туда можно попасть только днём Посмотреть и уехать Где-то приночевать в другом месте Вот Мы Пошли там Там те вараны Которые раньше жили на Флоресе Жрали хоббитов Они сейчас там живут На Флоресе Они живут Но они живут в дикой природе И найти их посмотреть невозможно Вот прям так То есть это надо по лесу неделю бегать А на комода Они же там Как бы островок маленький Вот И там можно их Посмотреть живую А и красавицы какие Очень красивые А и какие симпатичные Вот Ну вот Слушай Значит Оказывается С Флореса До комода Семь часов на лодке Туда По океану И всем обратно Час там и всем обратно И мы поняли Что нам жалко тратить время Спросили Как можно по-другому сделать Оказывается Ещё есть некий остров Рико На котором тоже есть эти вараны Их там много Островок маленький Их там живёт много Это тоже национальный парк Туда можно заплатить денюжку И пройти с рейнджером Вот Туда плыть Чё-то часа Два Три 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 часа А никаких там гидропланчиков Нет Мы попали туда И приехали Нам очень повело Вообще никого Неба Мы были единственные туристы Там Комада раскороченный А этот никому не Да Несколько домиков Прямо возле домика Лежали уже Вот эти вот Большие С которыми мы поначалу фотались Причём он лежит Он видимо покушал Месяца там Три назад Он лежит Глаз открывает Смотрит Ага Там Его никто не трогает И лежит дальше Я Вероне говорю Обойди сзади Потрогай его Значит это Сфотой тебя Вот Мы Пофотались с ним Дальше идём Нам выдели рейнджа Мы пошли гулять по острову И в процессе прогулки Уже спрашиваем А что там У того варана Какая-то была Жёлтая такая полоска На хвосте У основания хвоста Как будто бы Его кто-то покрасил Он говорит Да Это мы с этих Болончиков Спреем Помечаем Агрессивных Которые уже Нападали на людей Вот А мы там с ним Фотались Можно пошутил Вот Нет Это они правда Помечают так И значит что Этот остров Он больше похож на саванну То есть вот так вот Без травы Очень много Такого места Такое редколесие Да Там есть лажбинки В лажбинках Зелёные густые джунгли А в основном Это выжженная такая Значит саванна Я бы уверен Что на самом деле Их кормят конечно же Чем-то То есть Что вот прям В дикой природе Они вряд ли живут Оказалось нет То есть Их ничем не кормят Они действительно охотятся Там На острове Мы увидели То есть островок Совсем маленький Там очень Оказалось много Кабанов Оленей Водяные буйволы Дикие И обезьяны Вот И вот паренёк Который с нами ходил Им запрещено носить оружие У него такая Палка на конце Раздваивается Такая рогатина Вот И Значит Действительно Они охотятся Они питаются Вот животными Дикими Их там ловят Мы ходили 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 Нашли Олень Сидит явно Покусанный Такой мокрый Значит Ну типа как Спотевший Трясётся И рядом Там в кустах Тусят Два варана Ждут Ждут Да То есть Это всё действительно Есть И на самом деле Они питаются Вот именно Таким образом Вот И Значит Мы там погуляли Посмотрели То есть Очень интересно Очень увлекательно Они действительно Огромные Здоровые Очень крупные Вот Нашли кладку То есть Там такой холмик Нарытый Земли Там яйца лежат Этих варанов И мама в кустах Там Бдит Сидит В чём интересно Что Как они предупреждают Она увидела нас Она же серая Трава серая Грунт серый Всё серое Там такое Да Выжженный на солнце Она что сделала Она просто открыла рот А пасть у неё красная И мы издали Сами её видели И поняли Что лучше не подходить Всё То есть Вот такой красный Снак Как светофор Да Получается Вот Мы оттуда Уехали Посмотрели там всё И На вот этом островке Там два аэропорта И там тоже самое Или Несколько дней На автобусе Или 15 Там не знаю 20-30 минут Сколько не помню Мы летели На самолёте Вот прилетели мы А это городок Как назывался Энде А где мы были Это столица острова Лабуан Баджо Вот мы прилетели В городок Энде Расскажи Мы прилетели Мы прилетели Там на самом деле Не два А три На Флоресе Это всё на Флоресе То есть Там внутри острова перелёт Или три Или даже может быть Четыре аэропорта И Все как бы местные Говорят Что это самый быстрый Способ передвижения И причём он как бы Относительно тоже недорогой Там по тысяче рублей Перелёты А мы полетели В город Энде Потому что я вычитала Что там есть Единственный в мире Как они сказали Пляж С чёрным песком И голубыми камнями Мы подумали Что это какой-то Рекламный Чёрный песок Уже Да Мы подумали Что это какой-то Рекламный ход Но решили всё-таки Туда добраться И увидели Что там действительно Там большая гора С вот этими Вот голубыми камнями Её там за миллионы лет Размыло И получается Вот только в одном Небольшом местечке На пляж Вымыло Вот эти вот Яркие Бирюзовые Я не знаю Голубые Галечки Всякие галечки Очень красиво Нереально просто И он такой До горизонта Пляж Вот Ну видишь Чёрный песок Голубые камни С чего они такие Ну такая там Вот гора Там такая порода Может какая-то Голубая глина Слежалась Я не знаю То есть Там рядом гора Она вот с такого Камня с голубого Слежит Местные собирают их Сортируют по цветам Там много всяких Оттенков голубого Они их аккуратненько Кучками выкладывают Вдоль дороги И люди приезжают Покупают Как нам сказали Многие покупают И уводят к себе Выкладывают там себе Клумбочки Что-то там ещё Вот То есть В принципе Там как бы ничего Особо интересного Просто очень красивое место Пофотографироваться Посидеть Вокруг ничего нет У кафе никаких тоже нет С едой то же самое Что на яре То есть Нужно брать всё с собой Только духовная пища Да Только духовная пища И второе место Интересное Которое мы там Высмотрели Это Вулкан Килимуту Слушай Перебью А там про наедение Не популярно вообще У них Просто скудная еда Мне кажется Что если бы мы там жили Было бы популярно Да В праны питались бы Наверное Благоприятные условия Да Вулкан Килимуту Это Тройной вулкан Как это правильно сказать Я не знаю В общем там у него получается Три Жерла И там Три озера В каждом жерле Озера эти Разного цвета И более того Местные жители считают Это каким-то Особым магическим местом Они туда приносят Всякие там Дары Сбрасывают туда Коз Баран Животных убивают Сбрасывают туда Раз в год Праздник у них огромный Они танцуют Там перед этими Вулканами Вот Собственно мы поселились В маленьком Гесхаусе Недалеко от этого вулкана Утром Также на рассвете Туда начали восхождение Пару часов Не очень долго Но Опять же На все вулканы Нужно подниматься Обязательно К рассвету И в принципе Есть всего Наверное Час Может быть даже меньше Пока можно Все сфотографировать Потом все затягивает Туманом Потом начинается Солнце При солнце В тумане Вообще ничего Нельзя сфотографировать Потом уже как бы закат На вулкане было Очень холодно Мы замерзли Причем Мы были Плюс 11 Мы были в теплой одежде Но все равно Замерзли У меня отмерзли руки Я даже не сразу Смогла вообще Там все сфотографировать Там же мы встретили Сейчас покажу вулкан Такой вот То есть Там два озера Рядом два кратера И один чуть-чуть подальше Местные жители считают Что один символизирует рай Другой ад И третий Типа души грешников Чистилища Туда Пахи Хорошие Туда Студеной С водой вареной Ну типа того Вода Как они говорят Как они считают Что вода Там меняет цвет И это не легенда Это действительно так Потому что есть Ряд фотографий Которые сделали Там с вертолетов Со спутников Откуда-то там еще Буквально там 20 лет назад Или 15 лет назад Вот здесь красный Ой это озеро было красным Это зеленым А на момент Это черное На момент Когда мы были Это было молочно-белое Это было зеленое Это черное Такая осталась Это то есть Тут тоже вода Да Тут тоже вода То есть Действительно меняет цвет Местные жители говорят Что это там Какое-то признаменование Что говорят По этому поводу Ученые Мы не знаем Мы не смогли найти Вообще никакой информации Там мы встретили Кстати говоря Очень интересную пару Пожилую Американцы Да Они кажется были Бабыли Американские пенсионеры Пенсионеры Конечно очень грустно Когда сравниваешь Наших пенсионеров Значит С нашими пенсионерами Они с дедулей Говорят А мы что-то поехали Там Индия Шри-Ланка Бирма Таиланд Вьетнам Сейчас летим На Филиппины Месяцев 6 Мы уже ездим Пенсия Как-никак Мы такие Типа Нормально Она такая Ну а что подумал Мы сдохнем Скоро Ничего этого Не увидим Надо поесть Посмотреть Вот И Вокруг вулкана Разбросаны Там жили Разные племена Много И кстати На Форосе Мы уже Увидели Папуасов Настоящих То есть Они же не только На Папуах живут Прямо именно Папуасы Архипелад Бисмарка Они там должны Кучерявые Чёрные Всё как нужно Губастые То есть Именно негритосы Вот такие вот эти Вот И там много Традиционных Деревень Сохранилось Но в отличие От Папуа Там уже Люди не живут Это больше Как музей Под открытым Небом Раз в году Они туда съезжаются Всем племенем Совершают Какие-то там Обряды Отмечают праздники Вот Очень интересно В одной деревне То есть Архитектура Причём Довольно приличная Да То есть Это не хижины Какие-то из соломы Это прям такие Дома В нашем понимании Там толстые Стены прочные Древесина Серьёзная Такая Вот Очень интересная Резьба там была Увеличь немножко Верон Смотри Значит Ну петушки Это везде Куры Да Это как Это Пратуславянские Синглы Да Борьба Со злыми силами Да Вот А тут смотри Видишь На входе По краям По сторонам Да Женская грудь Вырезана Из дерева Вот Большого размера С этой стороны И с той стороны От дверей Для чего Это символизирует Достаток То есть Как бы Полная грудь Молока Наверное Скорее всего Как-то так В доме Всё хорошо Значит Вот То есть На каждом доме Вот Так такая По четыре груди Висит Везде Обязательно Там ещё были Ружья Вот Да И на входе Тоже Вырезаны Из дерева Ружья Типа Тоже Они отпугивают Злых духов Оружие Стреляет Да Значит Страшно Там Всё Вот Ну вот Собственно Это мы очень быстро Пробежали Яву И Флорес Вот На Флоресе Больше смотреть нечего Там просто красиво Можно покататься Посмотреть Но как бы На этом Всё Вот Папуа Мы откладываем Тогда на вторую часть Я так понимаю Что это может быть Самая Экзотическая часть В путешествии На Папуа Я забегаю вперёд Скажу что Всё что мы думали Про Папуа Всё это фигня Это всё полная фигня На самом деле Всё совсем по-другому Вообще Категорически Совершенно Всё к чему мы готовились Оказалось что Не надо было Надо было по-другому Совершенно готовиться Поэтому Я думаю что Наши советы Будут очень ценными Для тех Кто туда соберётся Насколько я знаю Ты тоже собираюсь ехать Мечтаю И мы уже разработали Новый маршрут Жалею что не поехал С вами Мы разработали Ничего страшного Разработали новый маршрут Пойдём обязательно ещё раз Значит Вот в следующей части Тогда про Папу Рассказываем И показываем Какие артефакты Мы с собой привезли Да И уж Заранее Так сказать Для затравки Можно показать Каменный топорик Да Настоящий Отлично Спасибо Косте Было Крайне интересно Спасибо Верона Спасибо Верона Спасибо Спасибо Саша Костя Буду конечно Крайне рад Поучаствовать В твоих путешествиях Единственное Что это Произойдёт Скорее всего После 11 февраля Потому что 11 февраля У нас в Питере Шестой форум Учёные против мифов Я просто обязан Присутствовать А мы-то как будем рады Мы обязательно Тебя ждём С нами В следующую поездку И Мы постараемся Приехать на форум Обязательно Такие мероприятия Нельзя пропускать Я тебе пришлю ссылку Будет Бесплатная Ну для тебя Это всё бесплатно А для всех Бесплатная Онлайн трансляция Вот Не знаю Как у вас там С часовыми поясами Саш Мы живём На другом конце мира Но мы Следим за всеми Вообще Вашими делами Ничего не пропускаем Всё смотрим Очень познавательно Огромное спасибо Мы же вот стараемся Принимать Какое-то посильное Участие Вот В борьбе С лженаукой И плоскоземельцами И со всем остальным Держись Отлично Но буду надеяться Что когда-нибудь Ты лично Посетишь наши форумы Спасибо большое Всё Всем пока Спасибо Костя Субтитры сделал DimaTorzok